Доброе утро! Собираемся мы в поликлинику. Ты чё, дочь? Ну дай раз, это будет финиш в лесной. Гарина собак кормила. Чуть попозже остатки дадим. Сейчас пока отдавай немножко сухого корма. Дочь, ты воду проверила у них? А я ещё жирку не дала. Ну, проверь воду. Сейчас пока там остатков мало. Сухого корма даём, вода. Всё, поехали. Маленькую хулиганку с собой берём. Машина на улице? Да. Всё, пошли. Ключи свет. Мы там в гости приехали, хозяев нет никого. Сейчас я вам покажу всех, получается, всех внуков и внучат Светы нашей. Все, только Сёмка спит. Вот, Таня наша, красавица. Там Сёмочка спит. Он почему-то уснул. Ну, ну, ну. Его утащил. Это вот старшая Оля. Вика, все знают. Это сестрёнка. И Сашенька, и Миша. Миша, иди сюда, Миша. Иди. Это младший Олин, да? Это вот Танины, Света и Лёша, беленькие. Лёша. Вот какой-то белый белый, как альбинот. Лёша, как глянул. Мы приехали, да, Ларис, получается? Нет, в 11. А, в 11? Ну, что-то рассказывал. Причёски у всех одинаковые, причёски. Миша, хоть не сильно охматая. Чё, Полина приехала, а чё я поговорю с ней? Сачё, ты красивая. Полина, не полинаешь. Миша, спасай. Ну, похоже. Идите играть вдвоём. Идите вдвоём, играть, и мы ещё дома с вами. Идите играть. Сейчас на улицу тихонько на улицу пойдут. Ну, там влажно ещё, дождь у ночь шёл. Что, нормально доехали? А ничего? Нормально. Подорожки. А мы даже с Кабликом не ехали, там же туман был сильный. А, кстати, да. Мы поехали, еле-еле. Полина, с ума что-то? А во сколько вы выехали и потом доехали? Мы выехали в зиму, да? И в один это только приехали 4 часа. 4 часа. По-хорошему 2. Поварёнки на зиму ещё один. Ну, там не дуга. Ну, туман сразу вот. Поварёнки. Ты чё и хочешь? Ну, ну. Так. Полинка, судьи, а? Ой, Тома рада. Понянчиться можно. Да, Тома? Вот Сонечка у нас маленькая не понянчится. Всё, домой поехали. Поиграла, весела тебе тут, да? О, с детьми как хорошо. Единственное, у нас сырый ещё. Всю ночь дождь и рано. Ой, а я как радуюсь, что дождь шёл. Я всё, Андрею говорю, будет нет дождь. Будет же вчера, ночью чё он прошёл, земля сухая. А сегодня так хорошо пролило, говорю, хоть взойдёт. Пошёл, пошёл. Куда потопок? Сёмка просыпается. Чё-то там заныло. Андрей, бегу, бегу, Сёмочка залетает. Я пешила, а Сёмочка ему говорит, пошёл вон. Чё Сёмочка пошёл вон? Я говорю, сейчас, сыночка, я прийду. Я захожу, он и мне, пошёл вон. Говорит, нихрена. Оп, 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 тихонько, тихонько. Смотрите, кот, ой, щеночек там у них лежит. Ой, ладно, пойдём, поедем. Надо ещё коляску мне разбирать, отстирывать, всё прибирать. Ага, хорошая коляска такая. Ой, она вообще шикарная. Смотрю, колёса какие большие. Колёса, её подкачаешь. На шиномонтажку в городе заедем, нам подкачают. Полную телегу набираешь, там много влазит. И вообще красота. Угу, хорошая, ну видно, что прям мощь. Как назвали щеночек? Вроде как дружок. Я кути, я кути его. Ты что, высыпала всё? Нет? Они сверенные. А, вроде там лежала. Всё, поехал. Ну, давай, садись, садись. Мама, там на рынке рыбой торгует. Пришли поиграться тут. Эта-то какая хорошая тоже. Не, это, там колёса уже поскрутились, и регулировать вообще плохо. Это вот дети катаются. У нас тоже дома лежат эти коляски, тоже так дети играются. Смотрите, как он хороший. Кровать? Это катается, катается Миша. Да, Миша, катаешься? Ну, уселся. Ой, ладно, пойдём, тоже надо кухонную гарнитуру избрать. Женя сегодня наступила на карандаш, ногу себе пробила. Проткнула. Проткнула. Ужас какой. Ой, приехали мы домой. У нас дома так прохладно, так прям хорошо. Нормально. Нормально. Очень. На улице хорошая, по-моему. Дома прохладно, хорошо. В общем, начинаем мы освобождать наши шкафы. Сейчас папа будет помогать вытаскивать всё. Вытащим мы всё, дети на улицу, и на улице будем мыть, хорошо? Блю, мы поможем. Так, доченька, давайте, милая, вы пойдёте гулять. Вы сейчас будете тут всё мешать. Ладно, сейчас пойдём. В общем, мы поступаем так. Сейчас Вася своё богатство отсюда вынесет всё. Не надо, что это? А что это? Это же... Бусы. Это не правда. Я сколько дней обещаю отсюда всё вывезти, всё у нас никак. Попробуемолка вот эта вот. Попробуемолка. Ага. Покупали специально, когда ребятишки у нас маленькие были. Мы тут мололи рис и гречку, и ребятишки ели. Варили мы кашу специальную. Вот. Сейчас вот не знаю. В общем, я предложила, и Вася согласился. Мы сюда сейчас всё поставим, посуду, всё остальное. Вот. И так и будем жить. Посуду будем мыть там. Отмоем это всё. Мам, я что, я скажу? Ну, посудомойку будем, конечно. Но тут-то вот это всё как бы уберём. Сейчас отец всё снимет. Как-то посуды немного у нас. Тут у нас всё в коробках. И тут вот всё, видите, тоже всё в коробках. Там конфеты. Здесь вот у нас тоже всё в основном в коробках. Поэтому легче будет всё это вынести. Сейчас чуть-чуть протрем. И всё. И диван этот мы тоже продали. Поэтому девчонки сегодня уже пойдут ночевать у Насти. У Насти там два дивана. В общем, как мы вчера и договаривались. Алина, Дарина, Женя, Саша уходят ночевать к Насте. Часов в десять пойдут. Открой полностью, доченька. Открой. Она не будет держаться. Всё сломалось? Она у нас давно не держится. Мне кажется, она держится. Ладно, папа посмотрит. Ага. Я не знаю, этот, кухонные комбайны мои, соковыжималки, наверное, всё на продажу поставить. Повезём с собой? Ну, я пить хочу. Мне нужно... Мне советую, нужен. Одобрение. Надо его выставить, где посмотреть. Ну, вот этот он уже, не там время, что его хрен подачит. Да, он работает отлично. Почему его не продашь? Он у меня, как часы работает. Это, между прочим, все. Старые вещи, но раз лучше новых служат. Вот ещё кружка там была. Кружка ещё там была? Нет, не было. Нет, не было. Скалка моя. Это выкинуть надо сразу. Они вообще... Я просто держала, помыла их. Просто держу, и они просто вот так всё потрескались. А потому что они не предназначены для того, чтобы им пользоваться. Ой, ладно, начнём. А тебе тоже? А тебе тоже, да? Всё, всё отпускаем. Всё. Сейчас, сейчас, подожди, дети. Сейчас отец освободи туда, да. Настя сейчас на приёме, и потом мы начнём к Насте перевозить хотя бы посуду, там что-то там поставим. Приехала Таня, она сегодня или завтра пойдёт к Насте и будут разговаривать, чё и как. Потому что Настя тоже, мама, ты мне скажи, ты мне это, чё и как, с квартирой-то. Потому что она говорит, у меня просят, хотят купить у неё бытовую технику. Кто-то там у неё просит, Настя, продай нам свою стенку. Она, мам, можно я продам? Я говорю, доча, ну мы же вроде как обещали, что... В общем, надо с Таней разговаривать. Поэтому Таня приехала и на днях сходят. Видите, я Васю просила, чтобы он мне подсветку тут делал. Я вообще не могу, когда темно. Мне не нравится. Мы ещё по весне хотели поменять вот эти штучки. Ещё ходили, даже выбирали. И по весне, наверное, зимой. Но так мы и не поменяли. Я думаю, Галя, сами тут решат покрасить, поменять. Поэтому мы ничего делать не стали. Вот. О, Вася, смотрите, как стало светло. Хорошо, Вася, убрай свои богатства. Мы сейчас сюда. Окно грязное, надо протереть. Да, папка? А куда это выносите вы? В понятие, в склад. В склад? Так, открыла я видео. Сегодня у нас видео поздно, потому что я не успела. Уехали мы. Выписала я себе инсулин. Попросила я инсулин по август месяц, потому что неизвестно, где мы там что будем. Мне, конечно, выписали. Так. Всё, тебе помогать. Или ещё что-то. Да. Вот мы всё сняли практически. Осталась мойка, но мойку в последнюю очередь. Мы сейчас пообедаем. Алина с Дариной отказались. Хотя у нас дети ещё окрошки. Целая кастрюлька. Вчера почти не ели. Поела уже? Ну, мы сейчас с детьми будем суп есть. Мне тут в комментарии написали, не боитесь, что у вас детей заберут. Также Кристине тоже переживали, что дом в таком аварийном состоянии, что могут детей забрать. Вот. И у нас тоже. Так сейчас живёте, всё распродали. И у вас может опека забрать детей. На самом деле, знаете, я смотрю... Давно, правда, не смотрела. Не знаю, как у них там дела. Безумная семейка. Они живут в Москве. У них там двое мальчишек, трое девчонок, по-моему. И они без конца переезжают с места на место. И, знаете, они живут в Москве, где, я думаю, там вообще строго с опекой, всё такое. И никто у них детей не забирает. Что у нас не так, как мы живём? Где спать у них есть? Телевизор смотреть у них там есть. Игры, всевозможные книжки, всё у них есть. Рисовать, где у них тоже есть. Заниматься там какими-то своими делами. Покушать, пожалуйста. Вот, что хотите. Можно суп, можно окрошку. У нас целая кастрюля макарон стоит. Вот. Колбаса, сыр, всё остальное. Немножко у нас сейчас, конечно, не то, что грязно. Мы вон там всё это моем. Сегодня дети пойдут ночевать к Насте. Там нормальная постельная, всё чистенькое, всё хорошее. Я думаю, что и опека, и все поймут, есть ли переезд. Это идёт у нас улучшение жизни детям. Понимаете? Вот. Что мы туда поедем к теплу. Мы постараемся там, где есть бассейн, где могут дети заниматься. Нормальной художки. А не кружок, как у Саши, например. Чё, доченька? Без отдыха. Без отдыха? С отдыхом. Обязательно с отдыхом. Забыла. Сегодня налоги надо было заплатить. Забыла. Чтобы там художки. Два. Одно занятие. Не каждый день. Ну, чтобы там не лепка, ничего. Всё у нас нормально. И вы знаете, я думаю, опека нормально к этому отнесётся. Что вот вы не боитесь, что у вас детей заберут. Мы что не так делаем-то? Это переезд. Это совершенно... Это всё нормально. Дети спокойно сидят, смотрят телевизор. Сегодня ещё будем вещи к Насте там какие-то перевозить. Спать у них тоже есть где. Всё хорошо у ребятишек. Да, доченька? Кого ты хочешь? Не уверена, что не нужно. А тут кровель боба. Салопановые пакетики нужны? Конечно, мы постоянно... Ну, ладно. Так, это... Ну, ладно, грузить. Ну, пусть, пусть. Грузить, а ящики забрать. Ну, сейчас посмотрим, куда что. Девчонки пошли опять. Ау. Я приеду, потом коробочки разберу. Ну, ладно, их это... Тоже выбрать. Да. В общем, нагрузили мы полную машину. Мы сейчас... Отвезём к Насте. И отец там останется помогать Диме. А мы тут будем мыть и драйвить и всё остальное. Младшие за мороженое пошли. Попросили их ещё купить соль. Соль у нас закончилась. Не упадёт на плюс. У нас тут ещё вещи. Кругом вещи, вещи, вещи. Ну, смотрите, вчера только Дима мыл-надраивал свою ласточку. Как будто не мыл. Такая же грязная. Дождь прожёл. Всё. Подожди, подожди. Сейчас. Подожди я сейчас. Где они там? А то начнём-то сказать. Они, может, где-нибудь чего-нибудь. Сейчас зайдём, посмотрим. Повезли мы вещи. Всё, привет. Такая грязная. Вот зрители писали, может, тут её кормить. Неудобно. На подушку надо. Видишь, она свалилась вся. Ты свалилась вся. Мам, не извлекай. Всё, всё, ухожу, ухожу, ухожу. Да, Бася забивает. Ой, у нас чисто я хожу бобой. Ну, не зашла, а подальше. Она тут стала и везде всё намыла. Вот сейчас бозди Дима набьёт. И мы туда вещи повесим. Вот это вот всё. Потом у нас там спрашивают, какой смысл возить сюда. Смысл в том, что Таня потом сюда переедут и спокойно сами всё разберут. И между собой всё это поделят. Вот эти вот, смотрите, вот проборы, которые в школу. Дети вот приедут, они могут тут поиграть. Видите, тут всё. И краска почти новая. Вот пластилин целый. В школу только просят. Но в самом деле ничего это не расходуется. Совершенно. Вот это вот новое нам присылали. Это мы всё с собой заберём. Совершенно новое. Мы тут всё сложили. Тут игры детей тоже. Тут ещё будем жить несколько, какое-то время. Всё это понадобится. Это вот пустые баночки. Мы сюда сейчас всё свозим, потом составим. Это всё так Тане и останется. Потом она сама тут всё будет что-то там разгребать. Все кружки, все вот эти вот. Настя покупала для выпечки. Поэтому всё тут останется. Да, ещё раз скажу, что вот люди пишут, да, столько лет наживали, всё это покупали. Там диваны, кресла. А как по-другому? Есть канал у нас, кстати, они часто пишут, многодетные денёчки называется канал. Так вот, они тоже на чемоданах, я так поняла. И они заказывают контейнер. И в Ивановской области живут. И переезжают тоже куда-то в Краснодарский край. Извините, мне очень жарко, потому что я туда-сюда таскаю вещи и всё остальное. Извините. И вот она пишет, что контейнер 120 тысяч КАМАЗ перевезти с Ивановской области до Краснодарского края. А у нас это будет стоить столько, что уму непостижимо. А и вот это вот всё вести смысла нет совершенно. При желании, конечно, всё это потом можно будет купить. Тем более, тем более мы первое время будем снимать. Я не могу купить дом сразу, как только мы приехали, сразу покупать. Так, туда всё. Там будем всё выставлять. Столько было комментариев, что ты сама не можешь всё делать, почему мужики делают. А что, видите, у нас любую вещь спрашивают, это куда, а это что, а это почему. Ну, ничего не сделаешь. Вот такая у нас жизнь. Дадим, откуда, скажи, я знаю, куда это тряпьё всё девать. Конечно, я хожу и командую. Кто-то должен командовать. Так мы и живём, всю жизнь живём. Что всё делаю, всё решаю я, а делают папа. Отец у нас сейчас привезла, покрывала, сейчас постелю.